Гродненский государственный медицинский университет один из ведущих медицинских вузов Республики Беларусь, имеющий заслуженный международный авторитет и признание. Неустанная работа по совершенствованию качества образования в университете стоит во главе угла. За последние три года мы были аттестованы и получили сертификат качества образования. Это подтверждение нашего курса и нашей политики на то, чтобы выпускники Гродненского медицинского университета выходили с дипломами, признанными в мире, и чтобы эти дипломы были полновесными и ценились, и признавались в большинстве стран мира. Основной своей целью университет ставит подготовку профессиональных медицинских кадров, их последипломное обучение, проведение научных исследований в области экспериментальной и клинической медицины, укрепление здоровья, а также внедрение и распространение новых медицинских технологий диагностики и терапии. В феврале 2012 года Гродненскому государственному медицинскому университету была вручена премия правительства Республики Беларусь. Профессорско-преподавательский состав университета, а это около 600 человек – грамотные, высококвалифицированные специалисты. В их числе 46 докторов наук, 183 – кандидата наук. Из них более 40 носят звание профессора и более 120 – доцента. Радует нас в последние годы, что коллектив стал обновляться. Приходит очень много молодежи. Отчасти это способствовало, этому способствовало то, что мы имеем наборы большие студентов, ВУЗ стал расти практически в два раза за последних 3-4 года. Он вырос по количеству студентов, которые у нас обучаются. 5000 – это уже солидная цифра. Сами, конечно, наши преподаватели, так сказать, любознательные, интересующиеся, желающие продвинуться и в области своей профессиональной деятельности. Это касается и клинической деятельности, и научной, но, естественно, и чисто педагогической. Поэтому мы считаем, что уровень кадров очень высок. Гродненский государственный медицинский университет обладает достойной базой для подготовки специалистов практически всех медицинских специальностей. За более чем 50 лет здесь подготовлено свыше 18 тысяч врачей для здравоохранения Республики Беларусь, а также ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня структура ВУЗа включает 45 кафедр, Центральную научно-исследовательскую лабораторию, структуры управления и вспомогательные подразделения. Одним из приоритетных направлений является постоянное повышение качества образования, поэтому большое внимание уделяется практической подготовке студентов. Сегодня мы также очень большое внимание уделяем развитию практического обучения студентов. В этом году будет создан Центр практической подготовки студентов, где на большом количестве манекенов, муляжей, симуляционной техники наши студенты будут отрабатывать все необходимые практические навыки, для того, чтобы потом, придя к больному, сначала студентом, а затем уже и врачом, у них не было никаких затруднений в их работе. Обучение в Гродненском государственном медицинском университете ведется на пяти факультетах. Лечебный факультет, старейший и самый многочисленный, готовит специалистов, осуществляющих лечебную и профилактическую работу в области укрепления и сохранения здоровья, диагностики, лечения, реабилитации заболеваний взрослого населения. Педиатрический факультет, организованный в 1979 году, ведет подготовку по четырем основным специальностям — педиатрия, детская хирургия, детская анестезиология и реаниматология, а также детская гинекология. Медико-психологический факультет является единственным в Республике Беларусь. В его состав входят профильные кафедры — психиатрии и наркологии, общей педагогики и психологии, медицинской психологии и психотерапии. Выпускники факультета работают психиатрами-наркологами, а также психотерапевтами. Медико-диагностический факультет — самый молодой в университете, основанный в 2008 году на базе факультета медицинских сестер с высшим образованием. Проводят обучение на двух отделениях по специальности «сестринское дело» и «медико-диагностическое дело». Университет для нас становится вторым домом. И отрадно отметить, что нам, студентам Гродненского государственного медицинского университета, повезло. Благодаря профессорскому составу у нас есть возможность получить глубокие теоретические знания и закрепить их на практике. В клиниках, в больницах очень хорошо построена структура занятия, очень хорошо определены циклы. Проходим всю программу, все, что необходимо будет в дальнейшем, в будущем, на работе. Все вкладывают в нас, пытаются дать и профессора, и доценты все самое лучшее. Факультет иностранных учащихся, основанный более 10 лет назад, сейчас объединяет более 400 студентов из 26 стран мира. «Наш университет осуществляет сотрудничество со многими ведущими вузами Российской Федерации, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Польши. Выпускники нашего вуза активно работают в Канаде, в Англии, в Соединенных Штатах Америки и еще в 26 странах мира». Обучение проводится на английском или русском языке по желанию студентов и длится 6 лет. Иностранным студентам предлагают две формы обучения. Первое, когда преподавание ведется на русском языке по всем дисциплинам. Второе, если преподавание учебных дисциплин ведется на английском языке, а при общении с пациентами используется русский язык. Более 30% выбрали английский язык. Наста форма обучения очень радует, поскольку выпускники практически готовы к работе за рубежом, используя английский язык как язык-посредник. Первые два года студенты изучают общеобразовательные предметы, а с третьего курса образование проводится по клиническим дисциплинам, что помогает им поскорей адаптироваться к медицинской среде. Я приехала сюда из Туркмении. Мне здесь очень понравилось. Впервые я приехала сюда два года назад, и приняли меня здесь очень тепло. Отношения с преподавателями склались сразу хорошо. У нас здесь учится очень много иностранцев, и хочу сказать, что учимся мы все вместе, друг друга всегда поддерживаем. И мне здесь очень интересно и нравится. Я счастлив находиться в этой стране и учиться в Гродненском государственном медицинском университете. Гродно – это великолепный город для жизни. Беларусь – замечательная страна. Здесь предоставляются большие возможности достигать своих целей. Что касается преподавателей, то они всегда стараются все как можно лучше объяснить. Они любят нас, как своих детей. То же самое могу сказать и про жителей Беларуси. К нам они относятся, как будто мы часть коренного населения. Здесь мы чувствуем себя как дома. Что касается меня, то моя мечта – стать хирургом, и я уверен, что здесь я этого добьюсь. После успешного завершения обучения выпускнику выдается диплом международного образца и присваивается квалификация врача. После окончания университета я вернулся в Индию, подтвердил диплом и сейчас работаю в двух больницах. Одна – государственная, где я главный врач. Во второй – я работаю терапевтом. Я очень благодарен нашему университету и всем преподавателям, которые меня учили и вложили в меня столько знаний и навыков, а также факультету иностранных учащихся, в помощи и становлении меня как практического врача. Студенты Гродненского государственного медицинского университета имеют возможность познакомиться как с традиционными методами лечения, так и с последними медицинскими разработками и новейшим медицинским оборудованием, так как работа происходит в тесном сотрудничестве со стационарами города, и это позволяет обеспечить необходимую клиническую подготовку специалистов. Колоссальный опыт клинический – это самая сложная операция, самая сложная манипуляция с больными. Это научный поиск. В итоге от этого сотрудничества выигрывают все, и так и должно быть. Почему? Потому что учатся работники областной больницы, используется потенциал, технический, технологический потенциал в научных целях и в учебных целях. Важное значение в университете уделяется научной деятельности. Активно работают и развиваются научные школы в различных областях экспериментальной и клинической медицины. Выполняются научно-исследовательские работы, продвигается изобретательская деятельность. По итогам прошлого года – 34 патента, несколько заявок на полезные изобретения, одна компьютерная программа. Активно осуществляется и публикационная деятельность. Наш университет активно занимается подготовкой кадров высшей квалификации, первой и второй ступени. На сегодняшний день у нас обучаются 37 аспирантов и докторантов по 20 специальностям. Мы осуществляем подготовку кадров научной квалификации и в виде соискательства. Около 40, осуществляется подготовка, около 40 кандидатов и докторов наук. В университете на сегодняшний день у нас работают три совета по защите диссертаций. В этих советах защищаются сотрудники нашего университета. И мне также приятно отметить, что к нам приезжают защищать диссертации свои научные исследования и представители других научных центров и вузов нашей республики. Сотрудники университета активно принимают участие в работе многих конференций, выступая с научными докладами как в пределах Республики Беларусь, так и за рубежом. В то же время наш вуз — это место проведения научных съездов и симпозиумов. В прошлом году их проведено около 20, в частности, крупное и значимое событие — съезд терапевтов. В последние годы активно работает Совет молодых учёных, который проводит конференции, форумы и секции молодых учёных, а также выполняет проекты, которые широко финансируются Белорусским фондом фундаментальных исследований. Неразрывна его связь и со студенческим научным обществом в виде совместных конференций и научных исследований. Многие ребята реализуют свои возможности в научной деятельности, принимая участие во всевозможных конференциях вузовского уровня, а также республиканского, межвузовского, международного уровня. Ребята выступают достойно, работы очень хорошие, занимают всегда призовые места. Любой преподаватель, будь то доцент, либо профессор, открыт для общения со студентами и поможет, если есть необходимость, выбрать некое направление, в котором можно развиваться и, зная язык, можно развиваться и участвовать в конференциях не только проходящих ежегодно в Республике Беларусь, но и путешествовать, участвовать в конференциях в Республике Польши, на Украине, ну и по возможности, может быть, и других стран. Сотрудники нашего университета наряду с учебной и научной занимаются и лечебной работой. Это 26 клинических кафедр, расположенные на базе 16 учреждений здравоохранения. Вкупе это более 250 сотрудников, профессоров, доцентов, ассистентов. С целью оказания высококвалифицированной помощи не только населению города Гродно и всем гражданам Республики Беларусь, но и иностранным гражданам, в нашем университете функционирует профессорско-консультативный центр, где работают наиболее опытные профессора и доценты. Таким образом, клиническая работа поставлена так, что помощь, оказываемая населению, всегда доступна, оперативна и качественно. В последние годы важное место занимает информатизация системы обучения. Уделяется внимание не только традиционным формам обучения, но и современным информационным технологиям, которые стали также одной из ведущих форм обучения студентов. Сегодня объем фонда библиотеки составляет более 419 тысяч экземпляров, а пользователи библиотеки имеют бесплатный текстовый доступ к ресурсам мировых производителей. Не только учеба стоит на первом плане у студента. Ребята, обладая дополнительными способностями, проявляет себя в спорте, в искусстве и культуре. В ВУЗе проводится большая работа по формированию здорового образа жизни. Организуют работу в этом направлении кафедры физического воспитания и спорта. Университет располагает хорошей спортивной базой, которая включает два больших игровых зала, зал для борьбы, стрелковый тир, легкоатлетический зал. Ежегодно студенты и преподаватели ВУЗа принимают участие в соревнованиях областного и республиканского масштаба. У нас в университете для того, чтобы поддержать студента, дать возможность реализовать себя в полном мере, существуют многие факультеты, кружки, организованные секции. И это помогает им не только учиться, но и непосредственно выбрать специальность. Потому что изначально многие студенты приходят в ВУЗ, не представляя будущую профессию врача. И первый, второй, третий курс, они изучают многие дисциплины, которые не могут им дать еще ту направленность в дальнейшей своей работе. Поэтому, выступая на концертах, участвуя в спортивных соревнованиях, они иногда, так сказать, видят в себе, находят вернее силы, чтобы проявить себя в роли, может быть, где-то руководителем. Студенческий клуб — центр развития художественного творчества и организации досуга студенческой молодежи. Сегодня в коллективах и кружках художественной самодеятельности занимаются более 600 талантливых юношей и девушек. Коллективы художественной самодеятельности — многократные победители и лауреаты ряда областных и республиканских смотров-конкурсов, фестивалей студенческого творчества. Поэтому образование, которое получают студенты в нашем университете, способствует не только их становлению как специалистов, но и творческому развитию личности. В соответствии с оценками международных рейтинговых агентств, Грудненский государственный медицинский университет занимает достаточно высокое место в мировом табеле рангов, и каждый год его позиции улучшаются. На сегодняшний день стоят и более амбициозные задачи. Мы хотим, чтобы наш университет был в числе самых лучших университетов, входя в первую тысячу университетов мира, общее количество которых более 25 тысяч. Надеюсь, что эта задача будет по силам уже нынешнему поколению преподавателей, поскольку если сохранить эти темпы роста и динамику развития, то все будет получаться. Впереди у студентов и коллектива преподавателей, сотрудников Гродненского государственного медицинского университета, кропотливая работа по совершенствованию всех сторон учебной, научной и клинической деятельности в соответствии с современными европейскими подходами и законодательством Республики Беларусь. Добро пожаловать в Гродненский государственный медицинский университет!